после недавнего срыва я решила все-таки заняться вплотную фигурой и я вообще боюсь сейчас это видео записывать потому что когда я высказываю свои какие-то мысли на камеру по поводу своей фигуры веса то я как-то потом расслабляюсь и знаете с чувством удовлетворенности и с каким-то выполненным долгом я выключаю камеру и иду за очередной порции жиротвы причем не полезной жиротвы я не знаю как так я не знаю почему но почему то вот так и надеюсь после этой записи не понесусь к холодильнику почему я вообще записываю сейчас видео сегодня первый день вот именно самый первый день когда я за целый день ничего не съела ни сладкого неплохого не калорийного особо не жирного ничего утром у меня были хлопья в обед у меня был кусочек мяса и салат и вечером я съела салат доела тот же кусочек мяса с обеда который остался и делала яйцо с нутом это типа фасоли и пила как всегда много воды хотя я и до этого пила ее нормально но иногда забывала сейчас я как-то вообще не забываю когда вижу стакан наполненный водой с лимоном и и запах лимона меня очень даже манит хочу поделиться просто эмоциями как тяжело это сделать и почему тяжело вообще начать переходить на какое-либо здоровое питание раздельное сыроедение веганство неважно на какое вы собрались переходить питание неважно собрались вы менять образ жизни либо вы просто хотите посидеть на диетах либо у вас разгрузочный день это очень тяжело объясню почему тяжело мне я последних два года питалась беспорядочно бывали дни или недели когда я соблюдала какой-то режим питания именно нормального питания здорового питания и диеты никакие никакие образы жизни другие нет просто вот переходила на то питание каким я питалась раньше это употреблять овощи в неограниченном количестве и есть белок мне это питание очень подходило я очень много сбросила конечно я еще тренировалась и все в совокупности как-то друг друга дополняла мой процесс похудения и приведения себя в форму занял меньшее количество времени но когда я это делала раньше я весила максимально наверно пятьдесят два килограмма чтобы не соврать а может быть даже и меньше на данный момент я вешу пятьдесят три с лишним и это это тот вес в котором тяжело себя ощущать просто подавлено вы не представляете мало того что я просто обожиралась из-за стрессовой ситуации какой-то психологическое состояние ухудшилось еще больше когда я просто посмотрела на себя в зеркало я не знаю сниму я этот кусочек я выгляжу сейчас и вставлю его видео или нет но раз таки откровения то скорее всего то сегодня первый день когда я собралась силами с мыслями как-то пересмотрела свои желания и потребности сегодня у меня просто день ломки хотелось просто все что угодно сожрать скинуть в рот пережор если организм хочет сладкое что-нибудь соленое что-то жирное не полезно и он это не получает поступает сигнал в мозг мозг дает нам неправильную немного формулировку не просто вот я хочу сладкое если я это не получаю то соответственно организм успокаивается через время но конкретно в моем случае мне поступает команда жрать все все что я вижу и сегодня был очень тяжелый день когда нужно было просто дожить до вечера так сказать и здесь не помогает тот вариант как многие советуют отвлечься чем-нибудь уйти из дома заняться чем-нибудь я пыталась не помогает дома ты занят чем-то все равно когда тебе хочется жрать поступает сигнал мозг и ты идешь просто как зомби если ты на улице и не дай бог у тебя есть деньги с собой то считай что ты обязательно что-нибудь докупишь себе либо если нет денег или ты просто сдержал себя и ты ничего не купил на прогулки либо по каким-то делам когда ходил то приходя домой неважно какое-то время будет даже пусть я не знаю это время перед сном буквально то тебе очень хочется есть и ты все равно что-нибудь до съедаешь чувство голода преобладает над твоей сдержанностью и тут очень важно то что я заметила это перед основными приемами пищи устраивать перекусы это может быть яблоко какое-нибудь в моем случае было два причем больших какие-нибудь орехи что-нибудь легкое какие-нибудь овощи и когда ты делаешь эти перекусы тебе дольше не хочется есть тебе хочется сладкое и все в таком духе но тебе не хочется именно жрать все подряд вот это отчет за старт и я надеюсь что-то изменится на пути к моему совершенствованию я буду меняться к лучшему если вы хотите то давайте это делать вместе на данный момент я вешу 52 с лишним килограмма начала мысль свою высказывать как обычно не закончила ее а мне тяжело ходить двигаться отдышка просто не очень хорошо чувствую себя в этом весе я понимаю тех полных людей которые имеют какой-то очень большой вес им тяжело заниматься им тяжело ходить им тяжело завязывать шнурки им тяжело нагибаться поднимать ноги короче таким людям все тяжело делать основное это даже дышать тяжело и почему мне так же практически тяжело организм привык к более-менее одному состоянию к одному весу и когда вы достигаете по мнению вашего организма критической точки он в панике многие говорят ой ну потолстела набрала чуть-чуть ничего страшного да где там ничего страшного если мне тяжело дышать во первых это не очень хорошо для организма во вторых это для общего своего самочувствия тоже не есть хорошо и когда мы это учитываем то соответственно мы как-то осознаем это и предпринимаем какие-либо меры я с пятидесяти трех килограммов скинула до пятидесяти практически и вот снова набрала и так у меня эти качели продолжаться могут долго и уже продолжаются довольно таки долго и организм уже опять же привык к этому состоянию за год-полтора до он привык к этому и я решила что все хватит я устала просто устала и организм наверно мой тоже устал поэтому дал мне команду в мозг что хорр и хорр и издеваться надо мной и над собой не было очень тяжело даже в 51 52 килограмма заниматься также как и всем толстым людям которые имеют лишний вес именно лишний вес это выглядело просто даже сплошная жировая одна складка лежит на коврике и дергается периодически так для кого-то это может быть и смешно заботиться постоянно о своей фигуре внешнем виде это как-то слишком чересчур но подождите если я этого делать не буду если вы этого делать не будете то на кого мы все будем похоже давайте начнем с этого если мы об этом заботиться не будем то как мы будем выглядеть у многих людей со здоровьем проблемы и они очень переживают это я тут переживаю просто за лишний килограмм у каждого свои проблемы на данном этапе у меня такие проблемы пока меня ничего конкретно не беспокоит сиди на жопе ровно как говорится бери от жизни все просто вот бери некоторые знаете люди проживают жизнь и им они настолько счастливы и они настолько счастлива проводят время не заморачиваются вообще ни о чем ни о какой косметике никаких стилях в одежде ни о деньгах они просто вот делают то что им нравится они живут так как им нравится в силу до каких-то своих возможностей они радуются даже малому то что имеют да нужно стремиться к большему но если при стремлении к большему ты не имеешь это большее пока на данный момент то радуйся тому что у тебя есть когда у таких людей возникают какие-то трудности со здоровьем или просто трудности в жизни то такие люди понимают что они прожили жизнь не зря они сделали что-то в жизни либо добились чего-то в жизни либо просто прожили ее так как они хотели этого и они ничего бы не хотели менять я к этому тоже стремлюсь у меня есть какие-то мысли в голове люблю поболтать люблю порассуждать найти какие-то пути решения проблем либо каких-то вопросов приятно читать потом комментарии когда есть какой-то отклик когда ты задал вопрос какой-то определенная на него ответили и я рада что благодаря вашим каким-то комментариям моя жизнь как-то становится краше я вот в очередной раз понимаю что как хорошо что я в свое время просто открыла канал знаете как раз таки когда я переехала в россию косметика ушла на второй план и в жизни и на роликах это уже было знаете не то чем я хотела заниматься у меня был такой вообще переломный момент в моей душе хотела развиваться в чем-то другом у меня было очень много мыслей мой канал потерпел очень большие изменения меня даже звали на телевидение я не помню с какого канала мне писали телевидение это все бутафория телевидение снимает только то что им нужно и информацию выдают ту которая им нужна а я не хочу вранья я не хочу участвовать во вранье я не хочу чтобы я была вообще задействована с каким-то враньем если бы вы знали от каких предложений я отказывалась и это только какие-то полторы тысячи подписок а если бы у меня их было больше мне кажется я я просто бы с ума сходила разорвалась между этими предложениями согласитесь заманчивые предложения засветиться на телевидении какие-то продукты получать также на обзоры и делать кому-то рекламу на у меня кстати да и рекламу заказывали много раз но я отказывалась хотя какая реклама у меня полторы тысячи подписок люди окститесь мне кажется иногда вообще что такие письма которые я получаю с просьбой рекламы там на телевидении все остальное что это стёб вообще какой-то не знаю мне почему-то так кажется потому что на телевидении не зовут каких-то более известных девушек известных я имею ввиду в плане больше подписок чем у меня но почему-то пишут мне но да дело не в подписках дело не в этом а дело в том что изменения терпит и мой канал время от времени изменения терплю и я наверно настал тот этап когда я выросла и какие-то моменты в моей жизни они соответственно были толчком для этих изменений они меня меняли и сделали меня такой какая я есть сейчас где-то меня конечно заносит как и всех людей я пытаюсь также бороться с этим в себе и как-то совершенствоваться но это нелегко я вам скажу привык да за 30 лет быть тем кем ты был все это время и буквально за маленький какой-то промежуток времени ты хочешь добиться каких-то хотя бы мизерных результатов поменять себя поменять какие-то качества в себе но ты терпишь крах и соответственно тебя это очень сильно выводит из себя поэтому и срывы в еде это не заболевание мозга здесь просто жизненный психологический настрой с которым вы подходите к какому-то делу я буду этим заниматься самопознанием самосовершенствования а а а Продолжение следует...